Привет, друзья! Toyota Land Cruiser – один из самых узнаваемых внедорожников современности. Этот автомобиль доступен в 170 странах по всему миру и завоевал сердца многих владельцев и стал одной из самых популярных моделей в истории автомобильной индустрии. За все время своего существования Land Cruiser стал настоящим бестселлером и в 2019 году преодолел отметку в 10 миллионов проданных единиц. А еще он недавно сменил поколение, и у него в скором времени появится мини-версия, которая составит конкуренцию Ford Bronco. К тому же это будет еще и самая доступная модель в линейке. Ее разработают на основе стилистики концепт-кара Compact Cruiser EV, представленного еще в 2021 году. Но можете не волноваться, электромоторами дело не обойдется. По информации авторитетного японского издания Best Car Web, Land Cruiser mini будет продаваться с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями на рынках, где ДВС пользуется высоким спросом. При этом прототип двухлетней давности, стилистику которого возьмут за основу, изначально анонсировали как чистый электрокар. Так что Toyota не будет себе отказывать в удовольствии предложить для покупателей из Европы гибридную модификацию. Японские СМИ утверждают, что внедорожник будет разработан на рамном шасси JAF, которое легло в основу Land Cruiser 300 и нового Prado. Визуально мини-крузер будет в чем-то похож на базовую модификацию Prado с круглыми фарами. Интерьер у мини-крузер будет выполнен в такой же стилистике, как и у последнего Prado, только все будет значительно скромнее. С силовыми агрегатами все туманно, но если верить источникам внутри компании, проект получит 2,8-литровый турбодизель мощностью в 204 силы и новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Direct Shift. На некоторых рынках будет доступен еще и новый бензиновый агрегат. Это турбо-четверка объемом в 2,4 литра, мощностью в 279 сил, работающая в паре с тем же восьмиступенчатым автоматом. Про гибридную модификацию пока толком ничего не известно. Премьера самого дешевого Land Cruiser запланирована на следующий год, так что ждем. Китайский бренд Link & Co представил тизерное изображение своего следующего автомобиля, им оказался гибридный седан 07 EMP. Кто не в курсе, Link & Co – это премиальный бренд, основанный в славном городе Гётеборге. Это совместное предприятие китайского автомобильного гиганта Geely и известного шведского производителя Volvo. Geely отвечает за деньги и мощностям, а Volvo – за разработки и новшества. Я решил разобраться, что же значит имя бренда. Слово Link – это измененный вариант написания Link, что с английского переводится как ссылка или связь, а Co якобы является сокращением от Connected, Collaboration или Cool – кому какой вариант больше нравится. В таком хитромудром названии зашифрована философия бренда. Это подключенные к интернету автомобили, находящиеся на связи друг с другом, домом или офисом. Машины, которые можно объединять в одну сеть. По словам главы компании Аллена Виссера, покупая их автомобили, вы получаете не просто средства передвижения, а мобильность, доступ к цифровому миру и передовые технологии. Другими словами, привычные нам с вами характеристики автомобилей здесь далеко не на первом месте. И сегодняшний герой обзором это подтверждает. Новенький 07 EMP – это седан с гибридной силовой установкой. На данный момент этот автомобиль проходит зимние испытания в Северном Китае и полностью соответствует последнему дизайнерскому языку бренда. Передняя часть новинки не имеет обычной решетки. Вместо этого она предлагает большой воздухозаборник и характерную для бренда переднюю оптику. Новый седан оснащен спортивными пятиспицевыми дисками, безрамочными боковыми зеркалами и выдвижными дверными ручками. Сзади седан имеет непрерывную светодиодную полосу, выполняющую роль задней светотехники, как сейчас модно делать. 07 EMP базируется на платформе CMA EVO, специально разработанной для гибридных автомобилей, и будет доступен в трех вариантах. Все модификации без исключения оснащаются полуторалитровым двигателем внутреннего сгорания, который развивает мощность в 163 силы. Он работает в паре с одним электромотором мощностью в 215 сил. В совокупности такая система выдает 381 силу. На выбор для базовой версии будет доступно две батареи, одна на 21,2 кВт-час, а в более дорогой версии установлен вариант на 39,8 кВт-час. Третий вариант силовой установки сочетает в себе тот же полуторалитровый мотор, только уже с двумя электромоторами. Общей выходной мощностью в 593 л.с. Он также оснащен аккумуляторной батареей емкостью в 39,8 кВт-час. Новинка поступит в производство в следующем месяце, а продажи начнутся вскоре после этого. Ford представил обновленную Kuga для рынка Европы. Обычно обновленные модели Ford, выпущенные в Европе или Азии, появляются на американском рынке значительно позже. Однако Ford Kuga – это редкое исключение из этого правила. В Америке этот кроссовер продается под названием Escape и получил рестайлинг еще в конце 2022 года. И только сейчас этот рестайл добрался и до старого континента. Дизайн автомобиля изменился. У него появилась новая решетка радиатора, передняя оптика, бампер и капот, который придает ему более квадратную форму, типичную для кроссовера, и снижает сходство с хэтчбеком Focus, однако он более соответствует современным тенденциям. Например, появилась светодиодная полоса, простирающаяся через верхнюю часть фар и создающая более современный облик автомобиля. Ford все также предлагает различные варианты отделки Kuga, каждый из которых имеет свой уникальный внешний вид. Особенно успешным из них является вариант Active, который имеет черные облицовки крыльев и порогов, а также имитацию защитных пластин, что добавляет кроссоверу практичности, особенно если у вас плохие дороги. Кроме того, вариант Active предлагает на 10 мм больше клиренс. Клиентам, которые ищут что-то более агрессивное и эмоциональное, стоит обратить внимание на комплектацию ST-Line, но сразу оговорюсь, что это просто пакет внешних атрибутов, и Ford все еще не предлагает настоящую Kuga ST. С обновлением в Kuga подтянули интерьер, теперь здесь используется новая информационно-развлекательная система Ford Sync 4 с 13-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой 5G. Она также умеет работать с беспроводным Apple CarPlay и Android Auto, а также есть интеграция с голосовым помощником Alexa. Также есть новая функция Trail Town Navigation, позволяющая водителям выбирать маршрут, избегая неудобных поворотов и низких мостов. Правда, будет ли она работать в Восточной Европе? Большой вопрос. Из не очень приятного в обновленной Kuga управление климат-контролем теперь осуществляется на сенсорном экране. Не всем такое решение понравится, так как предыдущие механические регуляторы были удобными и интуитивно понятными. В общем, новшество ради новшества. Инженеры Ford также активно поработали и над моторной линейкой. Базовым двигателем выступает полуторалитровый EcoBoost мощностью в 150 сил. И единственной альтернативой для него являются гибриды. Есть два обычных гибрида с бензиновым мотором объемом в 2,5 литра. Первый выдает 180 сил только на передние колеса, а второй выдает 183 силы на все четыре колеса. Есть подключаемый гибрид с тем же 2,5 литровым двигателем, выдающим уже 243 силы и только на переднюю ось. Это самая мощная и самая быстрая модификация в линейке. На первую сотню гибридная Kuga тратит 7,3 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км в час. Продажу новинка поступит уже в ближайшее время. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Так что не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok